В посёлке Красная Речка сотрудники вне ведомственной охраны задержали четверых подростков, которые пытались укатить со двора частного дома Toyota Crown. Найти полуразобранную иномарку патрульным труда не составило. Toyota не на ходу. Эвакуировать добычу мешало и состояние авторезины. Компании пришлось не только искать буксир, но и заниматься заменой сдутого колеса. Полицейским один из угонщиков предъявил расписку, которая, по его мнению, была документом, на основании которого он может распоряжаться чужой Toyota. Написал её 23-летний молодой человек, собиравшийся восстановить иномарку. Её он взял в рассрочку у своего сослуживца за 40 тысяч рублей и держал во дворе дома. Имел юный автолюбитель и другой долг перед некими местными сверстниками. Полторы тысячи рублей они не могли получить с него давно и в итоге решились на такую вот компенсацию. Отсутствие иномарки на участке обнаружила мать должника. Я была на рынке, прихожу, машины нет во дворе. Звоню сыну. Сын не берёт трубку, у него телефон дома был, он на улице был. Потом до него дозвонилась. И что выяснили? Выяснило то, что какие-то четыре мальчика забрали у него машину. Женщина уверена, что её сын написал расписку под давлением хулиганов, а произошедшее рассматривает как самое настоящее вымогательство. Про задолженность сына перед сверстниками знала, но считает, что такая щедрость для Ивана нетипична. Тем более, что за краун ещё и не выплачены все деньги. Машина уже становилась заложницей финансовой неразборчивости молодого хабаровчанина. Зимой в ней кто-то разбил стекло, а ведь для этого вандалу пришлось проникнуть на огороженный участок. Похоже, это было первое предупреждение. Писать заявление об угоне потерпевший отказался. С обстоятельствами этой тёмной истории разбираются полицейские. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анна Пак и Алексей Овчинов.